МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24. С вами Зухра Алиева. Здравствуйте. В МВД Дагестана назвали ввозимые ограничительные меры вынужденными. Разъяснительная работа среди населения в течение двух недель оказалась безуспешной. По этой причине было решено ужесточить контроль за соблюдением режима повышенной готовности. В связи с этим возникла необходимость выставить посты на въездах в города и районы с привлечением личного состава МВД и Росгвардии. В связи с этим на многих транспортных путях образовались большие пробки. Уважаемые граждане, в связи с возникшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией указом главы республики на территорию республики Дагестан введен режим повышенной готовности. Данным указом главы установлены и определены правила поведения как для гражданских, так и для должностных и юридических лиц. Временно приостановлены функционированные объекты, предприятия и учреждения. Также этим же указом для граждан введены обязанности, где указано не покидать места проживания за исключением указанных случаев. Хотелось бы напомнить, что федеральным законом от 1 апреля 2020 года номер 99 о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в действие введен новый состав административного правонарушения. Это статья 20.6.1 КОАП РФ, которая влечет за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предупреждений или наложения административного штрафа на граждан от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. 38-летнюю беременную женщину сегодня эвакуировали из Сергокалинского района в Махачкалу. У пациентки диагностирована двусторонняя пневмония, она в тяжелом состоянии. Для ее перевозки была привлечена авиация Центра медицины катастроф. Транспортировка производилась в специальном биобоксе. Данная пациентка вчера поступила с признаками пневмонии в Сергокалинскую больницу, где была она сразу после исследований изолирована в боксе с двухсторонним пневмонией. Вирусной экологии направляется в центральную больницу, в роддом, так как женщина беременна, две недели беременности, витальные функции все в норме, в пределах нормы. Транспортировка перенесла хорошо. А Буйнакский роддом закрыли из-за сотрудника, заболевшего коронавирусом, сообщает Минздрав Дагестана. Госпитализация роженец города Буйнакска в настоящее время проводится в родильные стационары города Махачкалы. Все медработники, которые были в контакте с больным, отправлены на карантин, который продлится до 30 апреля. У них также были взяты первичные тесты. Тем временем, перинатальный центр сообщает, что в связи с закрытием роддомов в Каспийске и Буйнакске нагрузка на стационар возросла многократно и превышает возможности медучреждения. Плановая госпитализация ограничена, а беременные, относящиеся к женским консультациям Махачкалы, будут госпитализированы в первой и второй роддомы. Сотрудники МЧС провели дезинфекцию Махачкалинского аэропорта. Цель этих работ – профилактика распространения коронавирусной инфекции. В аэропорту каждый день проводится дезинфекция, и задачей сотрудников спасательного центра было проведение дополнительной санитарной обработки. Обработаны все входы, фасад, тротуары, автостоянка и асфальтобетонные покрытия дорог, прилегающие к зданию. На сегодняшний день такие работы были проведены в 12 муниципальных образованиях. Работа в этом направлении будет еще продолжена. Учитывая, что объекты транспортной инфраструктуры являются опасными с точки зрения распространения коронавирусной инфекции, работу сегодня проводим в Махачкалинском международном аэропорту. Данная работа будет продолжена и как на объектах транспортной инфраструктуры, так и в других органах местного самоуправления. Горячая линия по профилактике разводов начала работать в Дагестане. Дело в том, что психологи предрекают всплеск развода в России после режима самоизоляции. С этим уже столкнулись в Китае и других странах, переживших карантинные меры. Дагестанский Центр защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» создал горячую линию для поддержания психологического здоровья тех, кто переживает семейные проблемы во время пандемии. Все, кто испытывает чувство страха, одиночества или столкнулся с домашним насилием, могут обратиться по номеру, указанному на экране. Позвонить можно бесплатно и анонимно. Звонки принимают профессиональные психологи. Овощеводы Левашинского района поддержали благотворительную акцию Министерства сельского хозяйства Дагестана. Отгружено более 30 тонн высококачественной капусты для помощи врачам и медицинским работникам, которые находятся на передовой в борьбе с новой инфекцией. Подробнее в сюжете Патимат Ханаповой. Несмотря ни на что, работа продолжается. В это непростое время аграрии республики не перестают активно трудиться на полях и фермах, в садах и огородах. Так они вносят свой достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Аграрии Левашинского района не исключение. Владельцы личных подсобных хозяйств села Ухли накануне отгрузили для нуждающихся более 30 тонн высококачественной капусты в Москву. Вот решили помочь акции как бы. Вот все собрались здесь. Чистим эту капусту. Как можем всем помогаем. Вот так выращиваем капусту лет 35-40. Вот так выращиваем и каждый год мы отправляем россиянам капусту. Это не разовая акция поддержки, отмечает Минсельхоз. Заранее аграрии других районов также принимали участие в гуманитарной помощи. Она направлена на сбор продуктовых наборов для социально незащищенных категорий граждан, а также медицинским работникам, которые находятся на передовой в борьбе с новой инфекцией. Отправляется добротная, экологически чистая, качественная наша овощная продукция, которую наши сахарные производители производят ежегодно на своих участках. Это наша не первая акция, я надеюсь, это не последняя гуманитарная помощь, которую мы оказываем. Наши аграрии регулярно помогают жителям городов, а также регулярно обеспечивают Министерство труда для того, чтобы собрать продуктовые наборы для малоимущих семей. С начала апреля уже более чем на 5 миллионов рублей продукции наши аграрии поставили для соформирования продуктовых наборов. Это, естественно, и овощи, это и фрукты, соки, мясные консервы, а также макароны, кречка, крупа и другие продукты первой необходимости. Отметим, что ранее на заседании оперативного штаба специалисты исключили возможность дефицита продовольствия на территории Дагестана. Было отмечено, что агропромышленный комплекс даже в это непростое время продемонстрировал свою силу и стабильность. Патемат Канапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Левешинский район. А в Агульском районе прошла акция по оказанию социальной помощи вместе с благотворительным фондом «Инсан». Так, в 14 сельских поселения были доставлены продовольственные наборы, состоящие из продуктов первой необходимости. Списки граждан были сформированы при содействии имамам. Мы от администрации Агульского района оказываем помощь совместно с фондом «Инсан» 120 семьям. Списки были составлены по тем предложениям, которые были нам переданы главами сельских поселений совместно с имамами мечети. Это те семьи, которые особо нуждаются и остро нуждаются в продуктах первой необходимости. Хотим поблагодарить наших волонтеров, которые нас поддерживают, оказывают нам помощь. Фонды «Инсан» хотим поблагодарить. И также тех, кто оказал свою посильную помощь в этой работе. Сегодня в возрасте 57 лет ушел из жизни наш коллега, видный общественный деятель, руководитель медиахолдинга «Прибой» Жамалдин Алиев. Искренностью и добротой, ответственным отношением к работе и широтой знаний он снискал любовь и уважение среди коллег. Практически ни одно просветительское мероприятие в республике не проходило без его участия и поддержки. В жизненном креде Жамалдина Алиева было желание помогать людям и нести добро. Телеканал ННТ и радиостанция «Батан» выражают глубокие соболезнования родным и близким Жамалдина Алиева. Память о нем навсегда останутся в сердцах друзей, коллег и всех, кто его знал. А у меня на этом все. Будьте здоровы и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова